Добрый день, друзья! С гордостью сообщаю, что, похоже, первому из всех блогеров и комментаторов мне удалось раздобыть ту самую справку, на основании которой москвичам-таки можно будет отходить от дома дальше, чем на 100 метров. Вот она. Государственное бюджетное учреждение города Москвы, жилищник некого района, от такого-то марта указан телефон, то есть, судя по всему, если кто-то сомневается в подлинности справки, нужно будет куда-то позвонить и уточнить, правда ли эту справку выдавали этому гражданину. Поэтому, если вы захотите подделать для себя такой документ, то вам нужно будет обзавестись неким телефоном, на котором будет кто-то постоянно сидеть, и давать ответ звонящим правоохранителям. Справка дана такому-то в том, что он действительно работает в такой-то организации, уборщик служебных помещений, и подпись, печать, все как полагается. Друзья, я уверен, что будут давать подобные справки, и за небольшую плату их можно будет купить. Москва это такой город, где это постоянно можно купить там и права, и что угодно, и на такие справки сейчас будет спрос, люди любят гулять, люди любят передвигаться, не все в этот коронавирус верят и так далее. Если уж будете соглашаться на такую аферу, подумайте, что делать в плане того, что должен быть указан телефон организации. Очень большая проблема в том, что многие мигранты работают у нас без какой-либо регистрации, без прописки, без официального трудоустройства. И если мы многократно говорим о том, что да, в России сейчас начнутся большие проблемы с тем, что люди теряют работу, люди остаются без доходов, люди не знают, чем кормить детей завтра или даже сегодня, эта паника будет нарастать, напряженная ситуация. Мэр Москвы Собянин, помимо того, что он ввел такие вот ограничительные, запретительные меры, он, кроме того, пообещал выплачивать себе 19 500 рублей тем, кто сейчас лишается работы и вынужден сидеть на карантине, не может сейчас идти работать. 19 500 рублей. Для Москвы это деньги совсем маленькие. Обратите внимание, нам много лет втюхивали самые разнообразные кредиты. Сейчас люди выплачивают многие очень значительную часть зарплаты на кредиты. Если человек получал там, например, 100 000 рублей и 15 000 он отдавал за кредиты, кроме ипотеки, это может быть кредит за автомобиль, за образование, на покупку там лекарств, на что угодно. Сейчас принято брать кредиты. А если всего 19 500 остается, и из них ты 15 все еще должен банку отдать за уплату кредитов, это что тогда будет? А теперь подумаем, а что будет происходить с теми, кто приехал сюда и неофициально работает, и он даже 19 000 получать не будет? Что будут делать эти люди, особенно если границы Москвы сейчас закроют, и выезд отсюда людей, например, которые решат поехать к себе на родину, пока тут карантин не кончится, там на 2-3 месяца, это же никто не знает, насколько затянется. И что будет происходить с этими людьми? Какой градус отчаяния и волнения начнется в этой среде? Власти вообще хоть что-то делают в этом направлении? Мне было бы очень интересно узнать ответ на этот вопрос. Я подозреваю, что об этом вообще никто не думает. А я сейчас хочу обратиться к властям. Уважаемые чиновники, подумайте, какие меры поддержки для мигрантов вы будете предусматривать? Какие меры защиты общества вы будете предусматривать от тех, кому не останется просто другого физически выбора, кроме как пойти заниматься мародерством и грабежом? Что вы будете делать с этими людьми? И даже никто не знает, сколько их в Москве. 100 тысяч, 500 тысяч, миллион, 2 миллиона. Та цифра, которую я слышал, 2 миллиона. Вполне может быть. Никто их не считал. Мы знаем, что когда идешь по городу, а время, например, там 11 вечера, уже темно, но ты видишь, что в подвалах горит свет. И местные жители знают, да, тут живут наши дворники. Тут живут даже не дворники, а просто их друзья, их знакомые, знакомые дворников. На каком основании они занимают подвал, который совершенно не оборудован под жилье человека? На каком основании у этих людей забирают большую часть их зарплат? Это ситуация, которая долго копилась. И если сейчас эти чиновники думают, о, мы сейчас сыграем в панику, люди нас будут любить, потому что мы помогли им справиться, пережить эту страшную эпидемию коронавируса. Но если эти люди выйдут на улицу, если эти люди припомнят и властям, и простым москвичам все унижения, которым они подвергались, это будет страшная гражданская война. И на национальной почве в том числе. Это очень опасная, взрывоопасная ситуация. А у власти, где ваши действия? Вот это вот, я выходил на улицу, и люди ходят спокойно. И ни одного полицейского, там, росгвардейца, кого угодно я не встретил. Они играют в игрушки, друзья, за наш счет. Они подвергают нас всех опасности. И еще один важный текст я хочу вам прочесть на вашу оценку и немножко прокомментирую. Из телеграммчика нашего любимого. Собянин перехватывает аудиторию Навального. Вот что интересно. К режиму самоизоляции и истерии вокруг пандемии оказались наиболее восприимчивы люди в возрасте 18-45 лет. Среди молодежи до 25-ти полным-полно назофобов. Боязнь заболеть – мощный тренд в Японии и Корее через молодежную субкультуру, дошедшие до нас. Они и так носят маски последние несколько лет. Смотрят сериалы про зомби-апокалипсис. По ним же ударили две волны антивирусной пропаганды, сначала с запада, затем и российской. На общую тревожность и характеры хорошо легли панические настроения. Режим самоизоляции так исповедовали многие еще до того, как это стало трендом. А потому наконец-то перейти от дурацких личных встреч и хождения в офис к дистанционке – для них скорее благо. Кроме того, вся собянинская риторика для них близка, начиная от обращений в сети, заканчивая QR-кодами. Да никто из лидеров оппозиции против Собянина его лихих мер не выступает. Ни Навальный, ни Ходорковский. Их объектами критики по-прежнему остается путинская система и тот же Медведев. А главный редактор «Эхо» Венедиктов и вовсе выступил в поддержку Собянина и против мер чрезвычайного сообщения, объясняя это опасностью перехвата власти силовиками-комендантами. Так что партия короны, коронавируса, явно набирает популярность среди аудитории ранее критично к ней настроенной. Поколение переживших коронапандемию будет помнить Собянина как Деголя, то есть как победителя. Это то, о чем мы уже говорили много раз. И кто подписан на мой канал Павел Иванов, то есть это вы сейчас на основном канале аудио статьи, а на канале Павел Иванов выходят мои короткие ролики, которые снимаются просто на телефото. Я специально его для этого покупал, чтобы делать больше контента для вас. Без подготовки снимаю себя на селфи-камеру и потом выкладываю сразу на YouTube. Так вот, там я уже задавал этот вопрос. Что будет, если к Навальному придут некие элитные группы и скажут, давай, дружище, это твой шанс. Вливайся в тусовку, будем менять систему. И ты получишь какую-то хорошую должность. Может быть, премьер-министра, может быть, даже президента, да кого угодно. Пообещать-то можно что угодно. И вот это сообщение, оно очень интересно. Я не имею возможности отслеживать постоянно тех же Навальных и Ходорковских, что они говорят. Но, друзья мои, если это начинают обсуждать в политическом канале и крупнейший политический телеграм-канал, на который, как говорят, подписаны буквально все наши и сам Путин его читает, если Незыгр делает репост, это очень серьезно. Друзья мои, что вы думаете? Какие силы сейчас заинтересованы в той движухе, которая началась? По-моему, я повторяю, все для меня выглядит так, как будто идет попытка государственного переворота. Они пытаются поменять систему и перехватить власть. Собянин вступает, видимо, я подозреваю, в союз с Навальным и Ходорковским. Если это не серьезно, то я не знаю, что тогда серьезно. И еще раз, если никто из лидеров оппозиции типа Ходорковского и Навального не мочит Собянина, то я напомню, друзья, на тот же канал Павел Иванов я загружал видео, где показывал, что в Москве собирают ярмарки выходного дня. Это было уже после введения почти всех мер. Ну, хорошо, сегодня гайки закрутили еще ту же, но, друзья, почему в Москве продолжают организовывать самые разные мероприятия, в том числе ярмарки выходного дня, где должны в общем павильоне находиться постоянно около 50 продавцов, к ним постоянно приходят и уходят покупатели. То есть это не тот магазин, где можно проследить за санитарной обработкой, другим соблюдением самых разных норм. Нет, это люди, которые приезжают из регионов, которые общаются с сотнями и тысячами других людей, покупателями. Это нормально? Я думаю, это совершенно неадекватной ситуации. И Собянин это человек, в городе которого происходит полный бардак, в том числе с мигрантами, о чем мы сегодня обсуждали. Это никого не волнует и не трогает. И то же самое, что происходит с ярмарками выходного дня. Друзья, что вы обо всем этом думаете, высказывайтесь, пишите комментарии. Длинные желательно. Я думаю, люди должны знать правду. Происходят очень интересные вещи. Мы должны быть готовы к тому, что Собянин, Навальный и Ходорковский будут осуществлять госпереворот. И я думаю, что от нас потребуются активные действия в этот период. Уже от вас зависит, на чьей стороне вы будете находиться. Но я думаю, что я буду против. Я однозначно буду против. И не потому, что мне нравится Путин. Я надеюсь, что третья сила сможет взять лидерство в этой ситуации. Мне хочется верить, что третья сила есть. И это не один Николай Платошкин, который будет обращаться к своей аудитории. Я надеюсь, что здравомыслящих людей больше и что они найдут свою поддержку в силовых структурах. Потому что тот же Собянин и Навальный и Ходорковский во власти это такой же кризис, разруха и развал страны, как если просто оставить систему, путинскую систему оставить у власти и ничего не менять. Это и тот и другой вариант одинаково гибельны для нашей страны. Только левый поворот. Только левые у власти. Только люди, которые понимают, как развивать страну. Люди, профессионалы, у которых есть опыт в разных отраслях деятельности. На этом все. До новых встреч. Пока.